Итак, друзья, несколько слов о соде. Вообще, очень много я получаю писем. Народ спрашивает, насколько она полезна, вредна или как долго ее можно использовать. Вообще, вопрос очень значимый и очень интересный. А почему интересный? Да потому что сода обладает свойствами, которые с незапамятных времен использовались. Она, во-первых, как рана заживляющая. То есть древние римляне находили озера содовые, где залечивали свои раны, причем эти озера они охраняли. И вообще, с древних времен соду использовали для того, чтобы продлить жизнь человека. И те областя, где из-под земли бьется щелочная вода, а в данном случае содовая вода, считается той местностью, где люди дольше живут. И не зря йоги называют соду пепел жизни. Ну и нужно понять, что сода используется для здоровья во многих областях, во многих, скажем так, спортивных, ну оздоровительных мероприятий. Вот представьте, что для того, чтобы тренироваться и для того, чтобы активно выступать, иногда бывает так, что на тренировке человек устает. А тут, если бачок с содовой водой поставить, и спортсмен подходит, выпивает, а ведь что дает нам усталость? Молочные числота и мочевина, которые накапливаются в крови. И как только теплая вода всасывается, и ты уже из спортивного зала не уйдешь, потому что ты не устал, у тебя море энергии. Ну вот, и благодаря соде наши в Мельбурне, наши олимпийцы, советские олимпийцы, выиграли 50 золотых медалей только на содовой воде, которую пили, которую капали, которые делали клизмы. Ну вот, и мне, если нужно помочь пациенту быстро, я ему рекомендую, чтобы он вышел и попил вот соду, которая у нас там стоит около кабинета, содовой водички. Конечно, сода очищенная, высококачественная, однозначно должна быть. И если сделать, рекомендовать соду попить перед процедурой и после процедуры, то тогда восстановление идет более интенсивно. Единственный вопрос, кому сколько этой соды нужно потреблять. Ну и здесь, конечно, зависит, наверное, и от качества той воды, которая присуща, которая находится в бачке или которую вы пьете. Ну вот, ну начните с самого небольшого, с пол чайной ложки. И даже вот применение соды. Обратите внимание, что соду всегда использовали в реанимации. Это сейчас ее начали заменять различными растворами, но сода с незапамятных времен использовалась. И во времена войн ее вводили в вену, капали в вену при отравлениях, при различных интоксикациях, при сепсисах. Сода, везде шла сода в вену. А теперь представьте, что даже если вы обгорели на солнце, если вы примете содовую ванную, то вот этот ожог для вас пройдет незамеченным. Ну вот. И сода используется даже вот при таких случаях. Если вы чувствуете, что вы или идете на пастику, где опасность вас укусит пчела, поставит жало, и у некоторых аллергические реакции, то чтобы избежать этой аллергической реакции, человек пьет содовую воду, попил содовую водички, и уже укус пчелы или даже специалисты, которые ставят пиявки, бывает аллергическая реакция, вы дайте человеку попить содовой воды перед постановкой пиявок, и вы увидите, что пиявка-то лучше отработала живот. То есть, если взять микроскопию крови, нативную, то что мы видим? После принятия содового раствора мы видим, как каждый эритроцит плавает отдельно, как между ними лимфоциты, лейкоциты, как кровь становится совершенно другой, и каждый эритроцит получает свой заряд энергии. Ну вот. И, конечно, человек видит первоначально агрегатированную кровь, слипшуюся, и там непонятно что, каша идет. А вот как только он выпил стакан или полстаканчика этой содовой воды, и через 5 минут мы опять смотрим кровь, это кровь как бы другого человека. И, конечно, я вот уже с 2006 года, когда начал пропагандировать, а вообще пропаганда соды, она началась еще раньше. Это еще первый раз, когда в 1996 году я попал в Америку и случайно попал там на конференцию, посвященную соду, и я там услышал то, что соды лечат онкологию и различные кожные нарушения. И даже уж если на то пошло, в носок, если у вас ногти поражены грибком, просто в носок засыпается чайная ложка соды, и человек целый день ходит в этих носках. Итак, две недели, может быть недели кому-то хватит, а кому-то три недели. Но то, что ногти очищаются, это однозначно. Итак, друзья, так почему же соду мы рекомендуем? А потому что сода ощелачивает организм, то есть кровь становится более текучей, кровь лучше несет кислород тканям, питательные компоненты. А все наши продукты, выделения наши, то есть это токсины, это кислоты. И если мы с вами пьем кислую воду, то кислота кислоту не уберет. И поэтому мы с вами и стареем раньше, если мы с вами перекисляемся. А вот щелочная вода, она способствует тому, что люди дольше живут. И там, где содовые пласты лежат под землей, то люди более здоровые и меньше онкологии. Ну, я уже не буду рассказывать какие-то детали, вникать, но можно поверить, дети... Я наблюдал такую картину, когда ребенок подошел, он знает, что это сода, он взял чайную ложку в рот и побежал. А мне вопросы задают, а как ее нужно? Горячую пить или холодную? Водой какой разводить? А вот вам пример. Ребенок взял в рот и побежал. И в то же время часто ожоги на теле, если содовой водой, именно водой, не содой присыпать, а просто водой влажной тряпочкой протереть, то быстро заживают ожоги, травмы. Так что вот, пользуйтесь содой, я вам рекомендую. Я пью лично вот каждый день с 2006 года. Я не считаю, что я плохо от этого себя чувствую. Нормальная кровь, нормальное движение. Ну и в конце концов, рабочий день с утра до вечера. И меня когда подходят доктора некоторые спрашивают, Тимофеевич, а ты не устал? Я говорю, как? Почему я должен устать? Я же как терминатор, я знаю особенность своего тела. Так что я думаю, что если вы начинаете работать со своим животом, используйте соду, попробуйте. Ведь если вы попробуете, ничего страшного не произойдет. Если вы даже перепили ее, у вас будет только расстройство живота. И нужно понимать, что всегда соду нужно пить натощак. И даже соду посыпают землю, чтобы она не была закисленной. И на содовой воде, посмотрите, можно в сельском хозяйстве найти использование соды. Там, где только ее не используют. Ну вот, и часто стирка белья, в первую очередь сода, потому что все быстро, грязь отходит. Хозяйки всегда используют теплую воду с содовым раствором. Если вы хотите быть всегда здоровыми, а все у нас, ну скажем так, в ротовой полости идеальный вариант, когда среда щелочная. В кишечнике, в тонком кишечнике среда должна быть щелочной. В толстом кишечнике ряд специалистов утверждают, что тоже должна быть щелочная среда. Иначе развиваются разные паразитозы. Ведь в основном то те же плесневые грибки, которых мы так боимся, которые, от которых мы вздрагиваем, или онкопроцессы, это в основном перекисление организма. И организм, и там, где мы, скажем, поддерживаем вот этот щелочной баланс, о поддержании этого щелочного баланса в наше время, почему не поддерживать его содой? И сода является тем, наверное, катализатором здоровья, который ускоряет приход нашего тела к нормальному его здравию. И нужно помнить, что яд от лекарства отличается дозой. Везде должна быть дозированность. И прежде, чем на себе, пробовать с небольших, начните с небольших каких-то величин. Пусть это будет даже одна треть чайной ложки. Конечно, мне здесь вот проще, когда я могу под микроскопом показать свою кровь, когда под микроскопом могу показать пациента, который пришел. И вот она разница. И чем отличается здоровье одного человека от другого? Иногда показываешь, вот другой здоровый человек, а ну-ка пойдем, посмотрите его кровь. Кровь совершенно в другом виде. Там каждый эритроцит отдельно. И видно, что на нем нет ни каких-то ушей, называется эхиноциты. Когда эхиноцит весь, или эритроцит горбатый, ты видишь, что здесь поражение токсинами идет. Но вот если буферные системы в организме нормально работают, они поддерживают вот это состояние. Когда все эритроциты способны перенести нормально кровь, нормальный кислород, то есть обеспечить питание клеток наших тем, что нужно. И вывести одновременно токсины. Поэтому я вас призываю, используйте, пробуйте. Ну и если не нравится, тогда просто разминайте свой живот. Мните, добивайтесь ухода спазмов, напряжения. Ну и, конечно, осваивайте правила нормальной работы, чтобы не было разных обострений. Ну и, естественно, если все правильно делать, дозировано делать, вы получите всегда хороший результат. И по мере того, как вы занимаетесь, вы начинаете самосовершенствоваться. И у вас все лучше и лучше. И все реже и реже вы начинаете использовать манипуляции на животе, потому что живот закрепился. Он взял вот это ваше хорошее состояние, потому что организм привыкает как к хорошему, так и к плохому. Итак, друзья, пользуйтесь содой. Я рекомендую. С вами был Александр Агулов. До встречи.